Друзья, привет! Сегодня хочу закончить то видео про тактические сумки, которые я выкладывала ранее. Тем более, что к нему поступило довольно-таки много комментариев. И части комментариев касалось того, что вот эта сумка была неправильная, которая тогда была. Есть другая правильная сумка, чисто ниндзенская сумка, из которой пистолет вынимается как по новине ока. И вот надо было показывать ее. Но я вот думаю, что вот на мне сейчас как раз находится это изделие. Я думаю, что это оно. Ну, если это не оно, вы меня поправите, я в этом уверен. Итак, это изделие фирмы «Союз спецоснащения» российское. Ну, я так понимаю, что это реплика, конечно, сумки 5.11, а может быть и какой-то подобной сумки. Сейчас мы посмотрим, как она работает. Потом я скажу плюсы и минусы данного изделия. Ну, естественно, это будет мое и сугубо мое личное мнение. Давай. Давай. Итак, как это работает? Работает очень просто. Для того, чтобы расстегнуть, вся фишка в том, чтобы расстегнуть эту сумку, не надо дергать молнию. Есть специальный хлястик, за который дергая, молния расстегивается. Ну, расходится сама по себе. Но есть фишка. Для того, чтобы молния разошлась уверенно и красивым таким вот движением, необходимо хлястик дергать четко по диагонали к углу, к вот этому. Если вы дернете хлястик в сторону, вниз, то сумка не раскроется. Поэтому мы работаем, как написано в одной умной книге, вы, наверное, догадываетесь, какой, работают всегда обе руки. Мы поднимаем обе руки вверх. Это как бы и будет плюсом, потому что в случае необходимости мы можем защитить голову. Обе руки идут вверх. Одна прихватывает сумку для контроля ремня, чтобы сумка не сместилась в момент открывания. А кроме того, вот это вот придерживание сумки за ремень облегчает открытие сумки. Другая рука дергает за хлястик. Одновременно с этим сильная рука берется за рукоятку пистолета. Пистолет развлекается движением и сразу от груди формируется хват. Никаких проблем, как вы видите, не возникает. Теперь мы поговорим о плюсах и минусах. Итак, плюсы изделия. Первый плюс в том, что сумка, как вы уже увидели, обеспечивает оперативность применения. Возможно, вы обратили внимание, что сумка находится у меня в положении на груди. Она может быть теоретически размещена на поясе, как поясная сумка, но я сразу от этого вас предостерегаю, потому что извлечение пистолета не столь удобно, как от груди. Потому что, когда вы ее расстегиваете в положение на поясе, рука не может необходимым образом сразу охватить рукоятку, и хват не формируется. То есть пистолет извлекается полузахваченным, и уже в процессе, только как вы его выводите к груди или поднимаете вверх, у вас формируется хват наружу. Это не очень удобно. Кроме того, мне лично в таком положении намного удобнее носить сумку, чем на поясе. Мне не нравятся поясные модели сами по себе. Следующий момент. Сумка одинаково хорошо подходит для пистолетов любого размера. То есть здесь может быть размещен пистолет среднего размера, как ПИА или ГЛОК, или более компактная модель, как, например, ПМ. Следующий момент. Эта сумка вещь в себе. То есть ей не нужна никакая кобура дополнительная и так далее, и так далее, и так далее. Потому что пистолет размещается в ней довольно-таки надежно, и при этом обеспечивается, как я уже сказал, оперативность применения. Следующий момент. Второй. Теперь, вернее, мы переходим к минусам данного изделия. Минус данного изделия заключается в том, что, по сути дела, и почему я не рассказывал о ней ранее, потому что, а лишь начал рассказывать с вашей подачи, потому что эта сумка, по сути дела, не сумка. Это, ну, я бы назвал ее кобурой, выполненной вот в таком виде. Почему? Ну, знаете, есть там поясная кобура, есть набедренная, есть оперативная. А это вот такая кобура. Просто. Ну, по крайней мере, для меня. Фишка в чем? Фишка в том, что кроме пистолета в нее не влазит ничего. Ну, может, это служебное достоверение. Я вот сегодня пробовал паспорт засунуть, с большим трудом входит сюда паспорт. То есть здесь нельзя разместить никакой ЕДЦ-набор, ни аптечку, ни даже дополнительный магазин с большим трудом к пистолету Макарова. И то, в момент открытия сумки вы имеете возможность его потерять. Поэтому из этого, из этих плюсов, из этих минусов следует итог. Данная сумка не подойдет гражданским. Вернее, плохо очень подойдет гражданским. Никакого смысла для гражданских в этой сумке я не вижу. Потому что в ней будет только пистолет ваш находиться. И больше ничего. Все остальное вам придется распихивать по карманам. И поэтому для пляжного варианта она все равно не пойдет. Но вам понадобится либо еще одна сумка, либо другая одежда. А другая одежда может позволить разместить пистолет в более привычном месте. Эта такая сумка может подойти для оперативников, сотрудников различных силовых структур, которые вынуждены работать по гражданке. Вот для них это довольно приемлемый вариант. Но стоит учитывать, что если оперативники работают не против полных лохов, печального образа, то вот такое размещение сумки на груди какого-нибудь спортивно выглядящего молодого человека более или менее грамотному человеку с другой стороны укажет на то, то, что в ней находится оружие. И он, соответственно, крепко сожмет булки и то, что между булками находится. И может ваш нежданчик обернуться в результате против вас. Но, как я уже сказал, сумка обеспечивает оперативность применения. Великолепную, на мой взгляд. Поэтому, если вы принадлежите какой-либо вот такой вот, ну, не знаю, военизированной, невоенизированной структуре, либо сотрудник, может быть, охрана какой-то, что-то в этом роде, часто действуете по гражданке в условиях, и когда вдруг вам понадобится, может, пистолет, то, возможно, это ваш вариант. Но я в таком случае рекомендую носить в ней оружие всегда, потому что в таком случае вы сможете им воспользоваться, как это будет необходимо. На сегодня все. Всем пока. И да пребудет с вами сила. Долго работал над взглядом. Взгляд, сука, так и не получился. Пока.